Келевидная грудная клетка. Этот диагноз Антону поставили еще при рождении. С возрастом становится более заметна деформация, и к 7 годам у ребенка выявляется нарушение осанки. Врачи поставили диагноз – сколиоз первой степени. В детской клинической больнице имени Пирогова, которая находится в Москве, Антону сделают операцию на грудную клетку. 5 или 6 ортопедов мне пришлось обойти, чтобы выявить наш диагноз. Мы говорили, что операцию нам нужно делать только в 16 лет, а здесь отправили в Москву документы, и нам пришел вызов, что нам нужно туда явиться. 21 февраля мы должны быть уже там, операцией. Оксана работает уборщицей в школе. Старший сын служит в армии по контракту. Антона она воспитывает одна. Сколиоз – это не единственная проблема со здоровьем младшего сына. У Антона деформация стоп и вегетососудистая дистония. Были сделаны две операции, чтобы поднять верхнее веко, которое у ребенка не работает. Мальчик вынужден каждые полгода ложиться на обследование в местную больницу, чтобы врачи могли проконтролировать изменение остроты его зрения. Антоша у нас пошел в первый класс. Ну, любимый предмет, говорит, у меня физкультура. Он очень устает в школе. У него часто болит голова. Приходим, даже порой приходится сбегать и унести в школу ему таблетку, чтобы как бы не срывать его с урок. Постоянно спина устает, потому что у нас сколиоз уже. Антоша – разносторонний развитый ребенок. Ему очень нравится играть в футбол, в шашки, рисовать. Его любимая книга – это энциклопедия «Хочу все знать». Антону интересны динозавры, древние люди и многое другое. В будущем он мечтает стать археологом. А почему вдруг такая профессия? Ну, потому что археолог ищет всякие древности, ценности. Еще он ищет остатки динозавров, ну и там животных. Еще я люблю смотреть на звезды. Ну, там большая медведица, малая. Звезда Альтабаран, ну и там три звезды – это Алион. По приблизительным подсчетам, на перелет Чита-Москва и обратно понадобится около 55 тысяч рублей. Пока остается открытым вопрос о месте проживания мамы Антона на время лечения. Стоимость хостела рядом с клиникой – около 1300 рублей в сутки. А сроки пребывания ребенка в больнице станет известно лишь после обследования в Москве. Собрать необходимую сумму Оксана Павлова за такой короткий срок не сможет. Любая переведенная вами сумма поможет Оксане и ее сыну. Чем быстрее будут собраны средства, тем дешевле обойдутся билеты для перелета. Реквизиты для перевода средств указаны на экране, на сайте нашей телекомпании и на сайте фонда «Светоч». Телефон для связи 8 924 800 30 37. Мама Антона просит помочь ей в Москве, где она ни разу не была. Если у вас есть знакомые или родственники, которые находятся в Москве и помогут ей и ребенку добраться от аэропорта до клиники, разместить на время лечения маму Антона, откликнитесь. Для помощи Антону обращайтесь в фонд «Светоч». Анна Гладышева, Анатолий Тюльник. Время новостей.